всего три ингредиента для теста на торт это мука сметана и сахар ну правда еще какао в один корж добавляется я разделила все на равные части отдельно буду делать шоколадный корж отдельно белый чуть-чуть соли добавила буквально капельку сметаны это рецепт торта полностью без яиц сахара добавляю 75 грамм какао 30 грамм какао полностью размешала теперь добавляю немножко муки половину тесто с какао у меня готово такое она получилась мягенькая немножко муки у меня осталось я буду выпекать целым листом всю колбаску буду раскатывать одновременно если будете выпекать в круглой форме можно ее разделить на 45 частей чтобы выпекать коржи отдельно положила в пакетики убираю пока буду раскатывать белое тесто в холодильник не надо убирать сметание добавляю ванилин и сахар добавляю муку сначала половину и разрыхлитель обязательно в шоколадное тесто тоже добавила чайную ложку разрыхлителя и сюда тоже чайную ложку это будет по 5 грамм разрыхлителя и вручную замешиваю тесто и белое тесто сразу буду раскатывать я сделал такую заготовку под размер моего противня 28 на 3 можно раскатывать сразу между двумя листами бумаги для выпечки духовка разогрета до 200 градусов отправляю выпекать минут на 10-15 ну смотрите по вашей духовке светлый корж готов он у меня немножко подпекся выпекала ровно 20 минут нужно выпекать 15 минут но тут смотрите по вашей духовке пока выпекался белый корж я раскатала шоколадный и и отправляю выпекать духовку на 15 минут шоколадный корж готов выпекался 15 минут он еще горячий корж тонкий остывает очень быстро можно сразу его обрезать по бокам для крема сметана 20 процентов жирности у меня и сахар 150 грамм перемешиваю пока сахар не растворится в сметане пусть немножко постоит растворится творог 300 грамм пробиваю блендером чуть-чуть сметанки добавляю и у меня получилось два крема один творожный более густой я в него вела половину сметаны с сахаром посмотрите по консистенции он получился такой более густой и однородный совсем стал смотрите очень красивый сливочный крем получился и сметана осталась с сахаром такая жиденькая сейчас этой сметаной я на первый раз пропитаю коржи 4 коржа пропитала сметанным кремом жидким прошло два часа очень хорошо пропитались коржи с одной стороны и теперь можно собирать торт творожный крем разделила на четыре части и торт готов и отправляется в холодильник на ночь глазурь для торта шоколад горький 100 грамм молоко 50 миллилитров и сливочное масло 30 грамм ставлю микроволновку и небольшими импульсами перемешивая периодически делаю глазурь такая глазурь получилась и сверху украшу замороженной малиной я ее размораживаю без яиц и без сливочного масла можно приготовить очень вкусный торт готовьте вместе со мной по моему рецепту и наслаждайтесь процессом приготовления тортика его вкусом